Приветствую вас, уважаемые телезрители, еще радостным пасхальным Христос Воскресе. Нашему с вами вниманию мне хотелось бы предложить непростую тему. Ведь мне часто пишут и задают вопрос, почему люди завидуют друг другу. И вот прежде, чем начать отвечать на этот вопрос, я решил послушать самих людей, вас слушающих. Заниженная самооценка, они считают, что у них не получится, и считают, что кому-то это сверху упало, то есть им как будто дано, а не как будто... Хотя на самом деле человек добивается того, чего сам хочет. А кто-то не хочет ничего добиваться и за свои заниженные самооценки завидуют. Как говорит народная мудрость и пословица, что у соседа корова сдохла как бы неплохо, но на душе приятно. Нет, это неприемлемо людям. Просто-таки зависть, это очень нехорошо. Мы должны помогать друг другу и радоваться друг за друга. Это мое мнение. Плохие люди завидуют, хорошие не завидуют. Я считаю, завидовать не надо никому. Он добился своего и на здоровье пользуйся. А другой гультай лежит на боку и хочет хорошо жить. Так зачем завидовать? Иди работай. И тебе будут завидовать. Правильно я говорю? Как видите, вопрос проделал самые разные ответы. И все-таки, почему люди завидуют друг другу? На первый взгляд, этот простой вопрос предполагает такой же простой и очевидный ответ. Нет, а на поверку вышло совсем иначе. А ответ в том, что в нашем мире одни люди напрочь лишены тех житейских благ, которыми другие обладают в полноте и даже в избытке. И таким образом проблема в том, что несправедливо устроен сам мир. А зависть является всего лишь реакцией обделенной части человечества на эту фундаментальную несправедливость. Потому-то бедные и завидуют богатым, некрасивые красивым, бездариталантом, больные здоровым. Вот, казалось бы, ответ на вопрос о природе зависти вполне логичен. Однако, в реальной жизни такое объяснение почему-то не срабатывает. Ведь завидовать можно не только богатству и красоте, но и вообще чему угодно. Посмотрите, человек среднего достатка завидует преуспевающему бизнесмену, глядя на его шикарный коттедж и дорогие автомобили. Но этот же самый бизнесмен, чье время расписано буквально по минутам, а количество дел и забот значительно превышает его естественные возможности, этот человек с завистью смотрит на рядового сотрудника своей компании, который после рабочего дня спокойно идет домой и тут же забывает обо всех служебных делах. Бездетный завидует тем, у кого есть дети, а многодетный нет-нет, да и позавидует тому, кто живет исключительно для себя. Старик завидует молодости, подростков, играющих в футбол у него под окнами, а мальчишки завидуют взрослым и мечтают побыстрее вырасти. Иногда зависть направлена на предметы и вовсе уж странные. Так в известной частушке послевоенной поры с горькой иронией высмеивалась абсурдная способность человека завидовать даже чужому горю. Я думаю, не все ее помнят и не все слышали. Хорошо тому живется, у кого одна нога. Ему пенсия дается, и не надо сапога. Вот получается какая-то странная картина. Каждый человек чем-либо обделен, и в то же время сам является обладателем неких благ, вызывающих зависть окружающих. Но почему же люди никогда полностью не удовлетворены тем, что имеют? Почему в меткой народной поговорке любой кусок в чужих руках всегда кажется толще и вкуснее? Вы знаете, известный булгаковский персонаж, полиграф-полиграф Чшариков полагал, что для достижения всеобщего довольства людям нужно все взять и поделить. К сожалению, этот простой рецепт от говорящей собаки ни разу не оправдал себя в человеческой истории. Дело в том, что поделить можно только материальное благо. А вот как распределить на всех поровну талант и ум, красоту и здоровье. Ведь даже самое справедливое общественное устройство не сможет отменить разделение людей на талантливых и бездарных, умных и бестолковых. И если рассуждать последовательно, то неизбежно придется признать, что причины зависти выходят за рамки социальной проблематики, а обида на неравное распределение благ между людьми по большому счету всегда обращена к тому, кого Церковь называет подателем всех благ, то есть к Богу. Ведь не случайно самый знаменитый литературный завистник Пушкинский Сальери, жестоко страдающий от несопоставимости своего скромного талантна с музыкальным гением Моцарта, адресует свои претензии отнюдь не к королевскому двору и не к музыкальным критикам. А прямо к небесам Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. О небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящий самоотвержения, трудов, усердия, молений, послан и озаряет голову безумца. Гуляки праздновать. И вот когда анализируешь эти слова, понимаешь, что если корни зависти уходят в область отношений человека и Бога, разумно было бы выяснить, что же говорят об этом свойстве человеческой души христианская религия. Вот я думаю, об этом мы поразмышляем в нашей следующей передаче. Субтитры создавал DimaTorzok